Добрый вечер! Вы смотрите новости телекомпании Сампа в студии Наталья Порукова. И сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. А без малого 3,4 миллиарда рублей будет потрачено не на пляски и фейерверки, а будет потрачено на реконструкцию, ремонт и изменение ситуации в социальной сфере. Праздник будет, но деньги потратят с толком. Заседание республиканского правительства сегодня целиком посвятили подготовке к столетию Карелии. Сегодня мы постарались собрать целевую аудиторию, чтобы показать им, во-первых, какие есть инструменты поддержки, как можно вовлечь инновационный ресурс, который является самым дефицитным. Диалог между бизнесом и властью. В Карелии проходит региональный форум предпринимателей, который собрал около сотни участников. В этом году у нас очень интересно. Приехали дети из Афганистана учиться, дети из Вьетнама, финны, карелы, вепсы. Обучение детей-мигрантов и знакомство школьников с культурой разных народов. Проект «Корабль дружбы» реализуют в Петрозаводской школе номер 20. Сегодня состоялась первая сессия депутатов Прионежья. Главная интрига – кто займет место главы администрации района и будет иметь влияние на решение важнейших вопросов развития территории, в том числе распоряжения землей. Светлана Чечель уходит с этого поста. На первой сессии в соответствии с уставом народные представители выбрали членов специальной комиссии, которая, в свою очередь, будет отбирать кандидатов на эту ответственную должность. На заседании побывал наш корреспондент Максим Смирнов. В маленьком зале Прионежской мэрии «Аншлаг» кроме 26 депутатов на первую сессию пришло много народа. Все задавали друг другу вопрос, кто эти люди, какие-то помощники или, может быть, советники народных избранников. Глава района Алексей Лучин сообщил, что к сессии не успели подготовить зал, проветрить и расставить стулья. Светлана Чечель, еще руководитель администрации, не отдавала ему ключи до последнего момента. Еще получилось так, что справа сели сторонники Лучина, а слева – противники. Чтобы никто не мог повлиять на решение депутатов, глава района в итоге выступил с таким предложением. Достаточно вот такой вот прессинг со всех сторон. Я бы хотел поставить вопрос о закрытом заседании совета. Депутаты говорили о том, что в течение четырех лет при принятии ответственных решений испытывали давление определенных политических сил. А порой и просто некие люди говорили, как голосовать. Эй, голосуй, ты что там сидишь там депутат и так далее. То есть какое-то давление на депутатов. Давайте освободимся от этого. Нам самим придется решать вот эти самые сложные задачи. Поэтому нас бы оставят действительно в покое. Дайте нам поработать. В итоге большинство избранников проголосовали за закрытое заседание. Все покинули зал. Депутаты работать остались одни. Главный вопрос сессии – избрание членов комиссии, которая определит кандидатов на пост главы администрации. Светлана Чечель, бывшая на этом посту, решила вновь баллотироваться, несмотря на то, что сейчас идет расследование резонансного уголовного дела по факту незаконного предоставления гражданам земельных участков администрации Прионежья. В итоге за закрытыми дверями конкурсную комиссию выбрали. Депутаты, когда на них никто не давил, они более-менее открылись, стали откровенны, обсуждали. Очень было действительно серьезное обсуждение. Избрали, я считаю, что избрали достойных людей, которые действительно представляют интересы района и знают проблемы района, и знают о том, как надо выводить район из кризиса. Уже 15 ноября конкурсная комиссия рассмотрит первые кандидатуры на пост главы администрации Прионежья. Затем выбранного кандидата будут утверждать депутаты на очередной сессии. Инвестиционный проект по модернизации системы теплоснабжения Кастамукша рассмотрели в правительстве Карелии. В городе появится новая котельная мощностью 90 мегаватт. Она будет работать не на дорогом мазуте, а на местных видах топлива, в том числе на торфе и древесных отходах. В итоге целый регион будет меньше зависеть от привозного топлива. Также проект сократит затраты на производство тепла, создаст новые рабочие места и поспособствует уменьшению вредных выбросов атмосферу. Напомним, сейчас город отапливается от мазутной котельной предприятия «Карельский Акатыш». Кастамукшу и ГОК связывает протяженная теплотрасса. Однако отопление жилых домов не является основным видом деятельности для предприятия. Новую котельную построят на средства инвестора группы компании «Ренорт Инвест», которая работает в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе. Сейчас специалисты готовятся к разработке бизнес-плана, выбору поставщика оборудования, оформлению участка по строительству котельной. Следующим шагом будет подписание инвестиционного соглашения с правительством Карелии. Оно позволит инвестору претендовать на налоговые льготы и сократит срок окупаемости проекта. Республика активно готовится к предстоящему в 2020 году столетнему юбилею. Но речь прежде всего идет о напряженной работе, а не о праздничных мероприятиях. Такими словами открыл сегодня заседание правительства карельский глава Александр Худилайнин. Республика намерена получить из различных источников около 3,5 миллиардов рублей. А вот на что их намерены потратить, расскажет Александр Батов. Власти уже заручились поддержкой президента и правительства страны. Сумма, о которой сейчас идет речь, колоссальна. 3,5 миллиарда рублей, львиная доля которой из федерального бюджета. Вот только, подчеркнул Александр Худилайнин, тратить эти деньги будут не на праздничные мероприятия, а на конкретные дела. На собственный праздник уйдет менее 80 миллионов. А без малого 3,4 миллиарда рублей будет потрачено не на пляски и фейерверки, а будет потрачено на реконструкцию, ремонт и изменение ситуации в социальной сфере. Это дома культуры, это детские сады, это школы, это учреждения здравоохранения. Всю работу специально созданной государственной комиссии разбили на 4 группы, каждую из которых возглавил профильный российский министр. Это социальный сектор, транспорт и прочая инфраструктура, промышленность, наука, экология и туризм. И, наконец, вопросы госуправления и приграничного развития. Сегодня по каждому направлению отчитывался соответствующий карельский чиновник. Вот, например, некоторые планы в сфере здравоохранения. Перинатального центра в городе Петрозаводске, гамма-терапевтического корпуса, республиканского онкологического диспансера, реконструкция приемного покоя больницы скорой медицинской помощи в городе Петрозаводске. В области культуры глава республики обратил особое внимание на то, что в плане юбилейных мероприятий необходимо отразить многонациональность республики и ее своеобразный этнический состав. Министр Тельнов рассказал о строительстве дорог, электросетей, экологических проектах, в частности, очистке сточных вод в акваториях Онежского и Ладожского озер. Отдельно чиновник остановился на Петрозаводске. Это вопросы перевода жилищного фонда на природный газ, уход от широкого использования сжиженного газа. Это строительство двух крупных мостов, это Гоголевский, так называемый мост, путепровод в створе улицы Гоголя, и замена на стационарный мост понтонной переправы в Соломину. Кроме того, в план основных мероприятий вошли строительство дорог в районах комплексной жилой застройки, таких как Древлянка-2 в Петрозаводске, увеличение надежности электроснабжения столицы юбилейного региона за счет федеральной программы, строительство футбольных площадок в Петрозаводске и Кими и многое-многое другое. Всего таких мероприятий 242. Проект плана уже направлен в Министерство регионального развития страны и в республике намерены добиваться его максимального исполнения. Для чего потребуется отдельная целевая федеральная программа и немалые усилия всех уровней власти в республике. В конце заседания глава Карелии предложил создать к столетию республики специальный логотип, в работе над которым обязательно примет участие общественность. Включать или не включать Парк Победы в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Этот вопрос обсуждали на заседании городостроительного совета. Излюбленное место горожан расположено на берегу Онежского озера между улицей Пушкинская и Онежской набережной. Парк Победы еще называют прибрежным. Именно в этой близости к озеру его уникальность, считает архитектор Елена Ициксон. Но сейчас возможности насладиться его видом у людей нет. Люди, приезжающие, люди, приходящие на экскурсии, они должны выбирать места, как посмотреть на Петра. Они не могут спокойненько так обойти его, со всех сторон радостно на него глянуть, как на медного всадника в Питере. Потому что вот так появляются всякие вещи. Под вещами Елена Ициксон подразумевает многочисленные временные постройки в виде торговых лавок и кафе, а также новомодные мусорные баки, которые, по ее словам, совсем не вписываются в общий колорит парка. Известный архитектор предлагает включить его в реестр объектов культурного наследия. Эту идею не поддержал главный архитектор города Владислав Куспак. Он говорит, что присвоение такого статуса не позволит мэрии даже элементарно срубить аварийное дерево, либо поставить в парке торговые сезонные палатки. Не поддержал Елену Ициксон и биолог Алексей Веселов. Так что зону включать в особый какой-то объект нет смысла. А вот наблюдение делать серьезное и по строительству, и за всем это обязательно нужно. И жестко совершенно контролировать. Голоса «за» и «против» разделились примерно поровну. Но точки в вопросе поставлено не было. Хотя это и не является целью градостроительного совета. Его задача – услышать разные мнения и принять, либо не принять их к сведению. 200 молодых семей получили субсидии на приобретение или строительство жилья. Их размер составляет от 580 тысяч рублей до 1 миллиона. Сумма денежной выплаты зависит от количества членов семьи, нормы квадратных метров на человека и цены жилья за квадратный метр. Самое большое количество субсидий будет выдано Петрозаводскому городскому округу. 69 семей смогут улучшить жилищные условия с помощью государственной поддержки. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено 120 миллионов рублей. Около 100 предпринимателей, среди которых новички и те, которые имеют готовые инвестиционные проекты на руках, сегодня собрались в Петрозаводске на региональном форуме «Развитие предпринимательства Республики Карелия, раскрывая инновационный потенциал». Он проводится впервые и нацелен на построение диалога между бизнесом и властью. В течение двух дней участники будут обсуждать вопросы создания условий для развития инноваций в республике. Григорий Рудой представляет компанию, которая предлагает программное обеспечение для систем контроля в сфере ЖКХ. Не выходя из офиса, можно получать данные о работе всех узлов и счетчиков и сразу направлять сигналы о неисправностях аварийным службам. По его словам, форум позволит заявить о себе и о своем продукте. Очень часто принято считать, что у нас в Карелии нет каких-то инновационных разработок, которые могут тиражироваться на всю Россию. А в данном случае мы имеем возможность сказать о том, что в Карелии есть специалисты, есть ресурсы, которым под силу такие задачи. Как подчеркнул замминистра экономического развития Карелии, в республике есть потенциал для развития новых производств и есть возможность оказать поддержку тем, кто берет на себя внедрение инноваций в практическую деятельность. Сегодня мы постарались собрать целевую аудиторию, чтобы показать им, во-первых, какие есть инструменты поддержки, как можно вовлечь инновационный ресурс, который является самым дефицитным, какие есть инструменты федеральной поддержки. В открытии форума принял участие глава Карелии Александр Худилайнин. Сегодня не использовать потенциал республики Карелия, тот, который мы сегодня уже имеем, и который можно развивать, было бы просто неразумно. Александр Худилайнин отметил, что желание республики развивать инновации уже находит свои отклики. Руководители крупных монополий интересуются перспективами развития ПетрГУ, а президент России поддержал сохранение научного центра Карельского филиала Академии наук России. Бездомных в очередной раз накормят, оденут и обследуют. В Петрозаводске стартовала общегородская акция «Экстренная помощь». 10 и 11 октября она будет проходить на базе Центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства в преодолении. Бездомные смогут получить консультации врача-терапевта, психолога, юриста, специалистов по социальной работе и оформлению либо восстановлению документов. Также их привьют от гриппа и других заболеваний. В противотубикулезном диспансере, куда их доставят на автобусе, их сделают рентген легких. Традиционно участников акции накормят, подберут им одежду по сезону. По данным сотрудников Центра преодоления, сейчас в Петрозаводске около 1000 бездомных, плюс-минус 200 человек. Цифра постоянно меняется. Напомним, акция для бездомных проводится уже 10 лет. С прошлого года она проходит 4 раза в год. А теперь к другим событиям в Республике. В центре карельской столицы демонтируют лежачих полицейских, проехать через которые могла не каждая машина, сообщает интернет-журнал «Республика». Дорожники их сделали слишком высокими. Как сообщили в мэрии города, они были установлены без согласования. Завершить демонтаж рабочие обещают к понедельнику. Летом в детских оздоровительных учреждениях отдохнули около 23 тысяч детей из Карелии. Более половины из них из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отдохнули как на территории Карелии, так и за ее пределами, в том числе на побережьях Черного и Азовского морей. Всего на отдых и оздоровление детей потрачено более 200 миллионов рублей. В Карелии, как и во всей стране, продолжается сбор средств для пострадавших от стихийного бедствия на Дальнем Востоке. Оказать им финансовую помощь может каждый житель Карелии. Для этого достаточно прийти на почту и отправить бесплатный почтовый перевод. Или отправить СМС со словом «Вместе» на номер 4447. Новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Выясняют, у человека по телефону не покупал ли он в последнее время биологические добавки. После утвердительного ответа сообщают ему, что их распространением занималась преступная группа, которую уже задержали. Ему положена компенсация. Правда, чтобы получить ее, нужно оплатить налог. Таким образом, мошенники выманили у двух петрозаводских пенсионеров порядка 200 тысяч рублей. В настоящее время установлено, что денежные средства перечислены на счета, зарегистрированные в других регионах страны. И сегодня наш вопрос звучит так. Пытались ли вас когда-нибудь обмануть мошенники? Голосуйте на нашем сайте sampo.tv. Итоги по традиции подведем завтра, пока продолжаем выпуск. Артисты ансамбля «Кантели» вернулись с победой с первого международного конкурса народного танца «Золотой дуэт». Он проходил в Владикавказе в начале октября в рамках международного фолк-марафона. Организовал его сын известного балетмейстера Хаджисмела Варзиева, основателя ансамбля народного танца Северной Осетии «Алан». Всего в конкурсе участвовало 18 дуэтов из Испании, Грузии, Ростовской и Самарской областей, Калмыкии, Северной и Южной Осетии. Артисты ансамбля «Кантели» показали на фестивале танец «Депский разговор» о встрече лепских юношей и девушке у лесного ручья. Танец был поставлен Ириной Зоточкиной по мотивам девской хореографии, основоположником которой является Василий Иванович Кононов. Мы получили эйфорию от реакции зрителя, когда мы закончили номер, и мы его заканчиваем, прижавшись щека к щеке, и зал в это время ахнул. То есть можно сказать, что мне показалось, что местная публика испытывает голод от того, что мало они знают другие национальные культуры. В итоге заслуженная артистка Республики Карелия Татьяна Популова и Борис Гаврилов привезли дипломы за первое место в номинации «Дуэт», статуэтку фестиваля «Овация» и единственный стеклянный кубок фестиваля. А заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ирина Зоточкина, работающая теперь в Москве, получила приз как лучший балетмейстер. Более развернутый сюжет о выступлении ансамбля «Кантели» смотрите в программе «Культурная жизнь». Жить в мире и согласии со всеми людьми независимо от их пола, достатка и национальности. По мнению специалистов, обучать этому детей нужно с самого раннего возраста. Один из таких проектов под названием «Корабль дружба» реализуют в Петрозаводской школе номер 20. Сегодня там прошел открытый урок у первоклассников. Чем особенно эта школа и как первоклассник знакомит с традициями различных народов, выясняла наша съемочная группа. Национальные костюмы, песни и музыкальные инструменты – все это необходимые атрибуты для проведения урока, который на этот раз посвятили национальной культуре нашей республики. ПЕСНЯ Такой урок для первоклассник удалось провести благодаря проекту «Корабль дружбы». Его идейные вдохновители – общество украинской культуры «Калина». Причем школа номер 20 выбрана не случайно. Здесь обучаются представители 21 национальности. С каждым годом таких детей, которые приезжают из разных стран, все больше, больше и больше. Вот в этом году у нас очень интересно, приехали дети из Афганистана учатся, дети из Вьетнама, финны, карелы, вепсы, украинцы, белорусы. Поэтому с такими детьми мы работаем, мы им очень помогаем, потому что языковой барьер, конечно же, есть. В этом году в первый А-класс поступила ученица по имени Мина. Вместе с семьей она приехала из Афганистана две недели назад. Пока что она одна из самых скромных девочек в классе, но учителя уверены – пройдет немного времени и Мина обязательно освоится. «Тебе нравится здесь жить?» «Да». «А ребята здесь нравятся тебе, а твои одноклассники?» «Да». «Ты с ними дружишь?» Открытый урок – это уже продолжение проекта «Корабль дружбы». Некоторое время назад на этом корабле, а точнее на комете, ребята всем классом ездили на остров Кижи. И вдохновленные этой поездкой, вместе с родителями создали целую галерею рисунков, посвященную музею деревянного зодчества. «Мне понравилось там, как бы этот дом заходить, там как бы все интересно». «Крестянский дом». «Да, там было интересно как бы». Этот урок не завершает проект в целом. Впереди ребят ждет знакомство и с другими национальными культурами. «Начиная с русской культуры, с карельской. И так как общество украинской культуры в последующем, мы так думаем, украинская культура, и будем приглашать дальше. То есть проект имеет продолжение». «Ты Карелия моя, ты наша наша, ты Карелия моя». И на этом наш выпуск завершен. Смотрите нас также и в интернете по адресу сампо.тв. А я, Наталья Порукова, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова